Сергей Лавров встретится с Яцеком Чепутовичем Сергей Лавров встретится с Яцеком Чепутовичем Главы МИД РФ и Польши проведут первые с 2014 года переговоры 2. Коммерсант от 16 мая 2019 года, 19.33 Как стало известно твердый знак, на полях встречи в Хельсинки министров иностранных дел стран Участниц Совета Европы впервые с 2014 года состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Польши Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его польского коллеги Яцеком Чепутовича запланирована на пятницу Учитывая, что в последние годы все действовавшие ранее двусторонние механизмы оказались фактически парализованы Эти переговоры могли бы дать старт перезагрузке в отношениях Москвы и Варшавы Как подтвердил твердый знак собеседников МИД РФ, в Хельсинки запланирована встреча министров иностранных дел России и Польши Сергея Лаврова и Яцека Чепутовича Переговоры пройдут на полях двухдневного заседания Комитета министров Совета Европы, которая открылась в четверг в столице Финляндии Министры видятся не впервые Яцек Чепутович занял свой пост в январе 2018 года и в беседе с твердой знак упоминал, например, как сидел рядом с российским коллегой на прошлогоднем заседании Совбеза ООН по вопросу Северной Кореи Но с точки зрения дипломатического протокола это первые переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран с конца 2014 года Тогда на полях заседания Совета министров иностранных дел организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялся Как это назвали в МИД РФ, краткий контакт между господином Лавровым и возглавлявшим польский МИД Гжи Гожем с Хитиной Глава МИД Польши о том, что мешает нормализации отношений между Москвой и Варшавой Повестка новой встречи министров не анонсировалась, и едва ли формат переговоров на полях многостороннего заседания позволяет сразу обсудить все запущенные проблемы Однако, учитывая, что все последние годы политический диалог между Москвой и Варшавой был парализован, встреча может фактически дать импульс для разморозки двусторонних отношений Тем более что, по данным Твердый Знак, на более низком уровне российские и польские дипломаты уже поднимали вопросы по этапному возобновлению работы двусторонних форматов В марте Генсек Совета Европы турберный Гланд заявил, что в рамках этой организации может быть выработан механизм возвращения из России в Польшу обломков самолета Ту-154 президента Леха Качинского, разбившегося под Смоленском в 2010 году Мы ищем в польско-российских отношениях те сферы, в которых общее участие может служить восстановлению сотрудничества В марте же заверял господин Чепутович в ходе программного выступления в Польском Семе, напомнив об уже заключенном соглашении о разрешениях на транспортные перевозки и начале переговоров о дипломатической недвижимости Впрочем, скорой и легкой перезагрузки диалога ожидать в любом случае не приходится Напомним, ранее в МИД РФ отмечали, что по инициативе польской стороны в 2014-2015 годах была заморожена работа всех основных механизмов двустороннего взаимодействия Включая Комитет по вопросам стратегии российско-польского сотрудничества, российско-польскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству, форум регионов и форум общественности Посол РФ в Варшаве о трудностях польско-российского диалога Кроме того, любые будущие переговоры не могут не учитывать непростой международный контекст Польша занимает жесткую позицию в отношении России в связи с украинским кризисом Критическую реакцию Москвы ранее не раз вызывали и планы Варшавы по расширению американского военного присутствия в стране Так, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Яцек Чепутович говорил США являются важным партнером в рамках НАТО, который обладает наибольшей военной силой, обеспечивает нам щит безопасности Поэтому мы очень ценим присутствие американских войск в Польше, потому что это сила устрашения перед угрозами для нашей безопасности с Востока Потенциальный агрессор, объяснял министр, не называя, о какой стране идет речь Подумает два раза перед тем, как нападет на государство, в котором размещены американские военнослужащие Поэтому мы хотим увеличения присутствия американцев в рамках НАТО Галина Дудина Почему Россия выслала польского вице-консула в Иркутске Между Россией и Польшей в апреле вновь состоялся обмен нежелательными дипломатами Москва объявила персоной нон-грата вице-консула Генерального консульства Польши в Иркутске По данным Твердый знак, ранее Варшава приняла решение об объявлении персоной нон-грата вице-консула Генконсульства РФ Познани Читать далее